Всем доброе утро! С вами Олег Рожков, и сегодня мы для вас подготовили кое-что интересное. Покажем вам, как сделать своими руками вот такие классные аромасвечи. А как все это создавать правильно, нам расскажет Юлиана Балабанова. Знакомьтесь! Доброе утро! Меня зовут Юлиана Балабанова. Я создатель бренда эко-свечей из соевого воска Aroma Drama. Нашему бренду около двух лет. За это время мы сварили больше тысячи свечей. И сегодня я вам расскажу, как это делать и как их украшать. И мой первый вопрос, он сам собой напрашивается, насколько это сложно сделать. Сможет ли кто-то дома все это повторить? На самом деле кажется, что это довольно легко, потому что нужно просто расплавить воск, залить его в форму, подождать, пока он застынет, и потом вынуть. Но на самом деле не все так радужно. Во-первых, очень трудно достать необходимые материалы хорошего качества, потому что в России только недавно начали производить соевый воск, кокосовый воск, эко для крафт-производства, который сейчас я использую. Нужно соблюдать температурный режим, то есть это специальный термощуп, потому что соевый воск довольно быстро плавится, у него где-то 40 градусов температура плавления. Его очень легко перегреть, поэтому он потом плохо застывает и так далее. И ароматические отдушки аромамасла вводятся на другой температуре, то есть его нужно остужать, подогревать. Но на самом деле научиться можно, нужно просто знать, как проходит каждый процесс. А вот есть ли что-то общее у соевого воска, сой, про которое ты сейчас упомянула? Да, соевый воск производится из соевых бобов, по сути это масло легкоплавкое, которое застывает, как и кокосовый воск, который тоже по сути является растительным маслом. И, то есть если мы привыкли, что воск это продукт пчеловодства, то это продукт растениеводства, сделанный из растительного сырья. То есть он эко-френдли, он подходит для веганов. Сейчас подходит для веганов. Вряд ли они и есть соберутся, но тем не менее, если нас веганы смотрят, учтите, что можете думать о такую свечку поджигать. Но это же не обязательно есть. Люди есть, которые беспокоятся о том, чтобы не были вовлечены животные. Это все абсолютно безопасно. И самое главное отличие от парафина. Мы привыкли, что парафиновые свечи это что? Это то, что мы зажигаем, когда у нас выключается свет. Да, это совсем не то, потому что, во-первых, соевые свечи, они довольно дороги в производстве, поэтому и цена у них дороже, но они горят в два раза дольше. И их можно долго сжечь. Почему? Потому что парафин это продукт нефтепереработки, который при горении выделяет вредные вещества. Очень много букв, очень сложное, как будто производство действительно получается. Я-то думал, что сделать свечу это залить в стаканчик немного воска, подождать, пока он застынет, и все готово. А тут смотри, сколько всяких. Да, но если ты делаешь себе свечу действительно просто, чтобы она у тебя на полочке стояла, это можно купить свечи в хозяйственном магазине, расплавить и все. Если ты будешь ужинать раз в неделю при свечах и вдыхать пары, которые образуются при сжигании обычной свечи, тебе может стать плохо. Никому не хочется, чтобы в конце романтического вечера заболела голова. Поэтому свечи сейчас очень популярны на Западе, в Японии, в Азии, в Корее. И сейчас к нам тоже приходит это хобби. Создание свечей из эко-воска – это довольно затратное хобби и по времени, и по финансам, потому что в России такой воск и ароматизатор практически не производятся, их нужно заказывать. Я заказываю, например, в США. Это то есть нужно оплатить сам воск, оплатить доставку, оплатить ароматизаторы, которые хорошего качества тоже стоят довольно дорого. Никогда не верьте, что можно в свечи добавлять, например, аромамасло из аптеки, которое стоит 100 рублей, потому что для того, чтобы произвести маленький бутылек этого масла, нужно 15 килограмм лимонов. Не может, стоит 100 рублей. Ну, ничего, да, хорошего, дешево практически невозможно найти. Плюс еще по времени, да тоже довольно долго, свеча вот такого большого, например, объема, она, естественно, будет застывать около суток, около суток ее нельзя трогать. Это свеча, например, на гипсовой подставке. Гипсовая подставка тоже... А, это еще и гипс здесь? Гипс, да, вот здесь гипс, и вот здесь... И вон она монолитная такая идет. Нет, это гипс, и вот здесь тоже горшочек из гипса, тоже ручной работы. Гипс застывает тоже около 4 дней, потом туда нужно залить воск, воск тоже застывает, а зажигать свечу можно минимум через 48 часов, а лучше, чтобы она отстоялась где-то недельки-две, чтобы она лучше раскрывала аромат при горении. Что я понял, дорогие друзья? То, что создавать свечи вся дома, это хобби для богатых людей, у которых есть очень много времени. Сейчас, Елена, я тебя попрошу, чтобы мы с тобой, наверное, какую-то часть вот этого процесса создания свечей здесь с тобой воспроизвели. Покажем, что у нас, какие есть наполнения, помимо самого воска, да, что мы сюда как украшаем, и как сам воск выглядит в изначальном варианте, и как его потом топить. Сможем все это показать? Конечно. Класс. Ну, давай тогда прямо с чего хочешь, так и начнем. Так, как выглядит соевый воск? Соевый воск может выглядеть по-разному. Здесь у нас вот такие маленькие гранулы, могут быть большие куски. Ну, его здесь легче топить. Топить его можно только на водяной бане, потому что он должен топиться равномерно, со всех сторон, помешивая и так далее. Арома отдушки и масла нужны. Нужен стакан или любая форма, нужен фитиль. Причем к выбору фитиля тоже нужно очень подойти, как сказать, обдуманно, потому что диаметр свечи зависит от того, как она будет плавиться. И плюс еще, если ты ее неровно, не посерединке приклеишь, соответственно, она будет плавиться криво, оплавляться, это все будет некрасиво. Это очень тонкая ювелирная работа вообще. Я не понимаю. С линейкой нужно все. С линейкой даже. Да, это все очень сложно. Не для гуманитариев, хотя сама гуманитарий, но вот... Но для меня, значит, 100%. Но научиться можно всему. Вот здесь, например, использовался свечной гель. Олды помнят, кто родился в 90-х. Вот в мое время, ты, наверное, уже не помнишь. А в мое время было модно такую свечку очень дарить. Вот такой вот свечной гель. Там внутри у нас там были какие-то ракушки. Я использую сухоцветы. Сухоцветы тоже дорогое удовольствие, потому что есть специальные люди, которые их сушат и получают за это деньги, потому что высушить цветочек в книжечке не получится. Цветочки должны быть вот такие объемные. Выглядит так, что вот сейчас она прогорит, а вот это дальше не загорится у нас? Или это все дальше прогорает? Все дальше прогорает до фитиля. Да, это специальный свечной гель, который специально сделан для того, чтобы гореть. А вот эти все травы, муравы, они у нас не воспламенятся? Теоретически могут, и поэтому на всех свечах обычно есть предупреждение о том, что нужно взять пинцетик и удалить, либо следить, чтобы к открытому пламени они не соприкасались. Мы с тобой разобрались с воском, мы разобрались с фитилем с тобой. Давай, может быть, покажем процесс украшения, как всю эту красивую композицию сделать, чтобы прям радовало глаз. Весь процесс мы показать полностью не сможем, но сможем показать самую красивую, медитативную его часть украшения с сухоцветами. То есть это еще такая история, когда тебя и успокаивает. То есть ты занимаешься вот таким вот ювелирным местами делом, и тебя это прям так эмоционально расслабляет, разгружает. Да, это такой вот небольшой дзен можно словить. Сидишь, цветочками украшаешь, сначала думаешь, как это украсть. Но можно не только цветочками, у меня для тебя есть более брутальная вещь. О, а чем же интересно еще можно украсить? Можно украсить вот такими натуральными камнями. А, здорово, слушай. Да, и сделать не просто свечку для будуара для девочки, а такую прям вполне себе мужскую. Ну, знаешь, честно говоря, мне и цветочки некоторые нравятся, поэтому я, возможно, сейчас сломаю какие-то представления людей обо мне, но, тем не менее, вот такую бы свечку я у себя на тумбочке дома поставил бы. Да чего же греха таить, вот такую бы поставила. Так что можем приступить к процессу, и ты мне будешь говорить, как правильно что делать. Мы уже подготовили воск, и ты говоришь, что делать нужно все очень быстро. Тогда быстренько скажи, почему, и мы начнем. Потому что он довольно быстро застывает, и мы растопили только верхний слой, поэтому, во-первых, у нас ничего не будет туда проваливаться, во-вторых, нужно очень быстро придумать композицию и разложить. Если что, можно будет переделать, просто займет больше времени. Ага, хорошо. Ну что, тогда приступим. Да, обязательно нужно пользоваться пинцетом, потому что на своем воске остаются пятна от человеческого жира. Я не знаю, как это, но потожировые следы, отпечатки пальцев. То есть будет заметно? Будет заметно, будет некрасиво, можно повредить воск. Хорошо, ну давай тогда быстро на ходу попробуем какую-то композицию с тобой придумать. И, может быть, что-то у нас, ну это слишком большая, наверное, что-то мне может... Их можно обломать, но смотри, какие цвета. Мне вот этот цвет очень нравится, да, классный. Вот этот цвет. Красно-синий. Выглядит же здорово. Да, можно вот так кусочки. Так, и пинцетиком, да, все это я кладу? Да, и пинцетиком кладешь. Обычно располагает вот так вот по кругу, чтобы подальше от фитиля, да. Что я могу сказать? Это прям хорошо успокаивает. После работы пришел, вот так вот одну-другую свечу сделал, и, считай, как заново родился, да, успокоился, отвлекся. Действительно, я говорю, я прям забыл о том, что я нахожусь на работе. И что я у тебя хочу спросить под финал нашего с тобой разговора. Вдруг сейчас кто-то увидел, вдохновился и такой, все, я буду делать свечи, у меня много денег, много свободного времени, и вообще это будет теперь мой бизнес. Вот что бы ты посоветовала, по крайней мере, наверное, из аромасоставляющей, что можно купить, и чтобы сразу, знаешь, так, не, как это сказать, ну, чтобы прям не сильно запах тебя отпугивал, вот так. Что-то такое нежное, спокойное, приятное, чтобы как раз-таки голова не кружилась, и тебя это не отталкивало. Ну, тут проблема в том, что нету магазина, где ты можешь пойти и попробовать все эти ароматы, то есть тебе практически вслепую приходится заказывать, а потом, когда они приходят, они же очень концентрированы, и ты нюхаешь, и запах кажется очень резкий, а потом с свечей он все равно по-другому раскрывается. Ну, у каждого есть свои какие-то предпочтения, есть кулинарные запахи, вот это, например, свеча с запахом кофе и карамели, есть запахи различных вареньей, есть запах пирога, есть запах хлеба, есть даже запах томатного листа. Класс! Сейчас очень модные запахи, типа бамбук, запах хлопка, такое что-то довольно оригинальное, то есть это запахи именно для уюта. Я могу сказать, что вот эти кулинарные, как ты их назвала, я бы вот эту свечу, честно, это она пахнет кофе, и я бы ее прямо сейчас, но если не выпил, то точно бы откусил, потому что очень приятный запах. Ну, кстати, их вполне можно есть, я, конечно, не советую их есть, но это считается таким продуктом, который никак не повлияет. Это как с зубной пастой, да, если немного проглотил, ничего страшного? Да, 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 да. Очень эстетический вид хобби, наслаждение свечами, много всяких своих нюансов. И для людей, у которых еще не только достаточное количество финансового времени, но и терпения. Терпение, да. Потому что можно, мне кажется, в какой-то момент, когда у тебя воск еще, вернее, когда воск уже застыл, а ты хочешь его чем-то украсить, и это не притопляется, не как-то не застывает, то можно психануть, наверное. Можно психануть, да, и вот этот вот дзен, который ты словил, сразу улетучится, поэтому нужно к свече относиться очень грамотно, грамотно и нежно. Поэтому будьте аккуратны, если все-таки действительно захотите заняться вот таким хобби. Юлиана вам все подробно рассказала, даже я человек, который от этого далек, много для себя сегодня узнал, и, возможно, когда-нибудь, ну, если не начну создавать, то хотя бы покупать вот такие прекрасные свечи с ароматом кофе. Ну, а с вами был Олег Рожков, всего доброго!